Здравствуйте, товарищи, с вами Сэт, это, как видите, Фейбл, собственно, продолжаем проходить, подарочки по-прежнему мне почему-то идут, такие слева, вон, подарочек, 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 ну и руку, походу, ГГ сломала немного, пока загружалась, так что, вот, за ним мы идём. Я так и не проверил, кстати, как зовут актёра, который играет вот этого чувака, я уже забыл имя, правда, этого чувака, но это не страшно. О, дети. Разговаривай с жителями Биона и строя с ними отношения, ты будешь зарабатывать, общаться с кем-нибудь, удерживай шестёрку, чтобы знать, сколько ты можешь получить. Я дам тебе куклу за еду, она очень хорошая, честно, её зовут Сейзи. О, какой-то фетиш в первых деревнях делать куклы, собственно. Я не понимаю, почему у меня герой не ускоряется, это мне не очень нравится. То есть в первом фейбле тоже с куклой была тема, а ну там Мишка была, не кукла. Но здесь нам, типа, показывают то, что они бедные все дела. Сабин, вот, кого мы должны убедить, он старый гордец, но добрый человек и хороший вождь. Он не станет повиноваться просто так, особенно принцессе, возможно, лучше что-то там. Знаешь, может, пока я говорю Сабину, ты себе одёшь, но вы подыщите что-нибудь менее королевское. Нам лишнее внимания ни к чему. Так, у меня немного золота, может, ты сумеешь раздать оставшиеся людям, им оно нужнее, чем нам. Да! Всё раздам! Не волнуйся, я найду того, кто избавит тебя от денег, а теперь пожелай мне удачи. Не, не буду возвращаться и желать удачи, просто пойдём сейчас, да, приоденемся. А, а чё, будет? Будет этот указатель? Чё, мне надо пойти и пожелать ему удачи обязательно? Серьёзно? Серьёзно? Игра, серьёзно? Ты меня не отпускаешь идти, купить шмотки, потому что я не пожелал удачи чуваку? Окей! Эй! Как, как тебя там зовут? Супер! Я прям даже не знаю, что могло бы быть, собственно, лучше. Ну, блин, смотрите, тут опять все относятся... О, я кажется даже... О! А, тут shift не надо зажимать, короче, чтобы бегать, тут надо просто нажать один раз и всё. Так, костюм вольных, такие носят жители хмарья. Глупое у вас название, собственно. Приветствую, госпожа, это Джаспер, вы там? Тут надо вот так, да? Я говорю, через печать гильдии. Что за чудесное устройство? Пока печать у тебя, мы можем общаться и с гильдии. Да. Более того, если тебе понадобится вернуться в вещи, ты можешь сделать это в любой момент. Кстати, сейчас самое время, тебя ждёт новый наряд. Да, купил я его здесь, он у меня при себе, но меня ждёт новый наряд там, в гильдии. Тоже забавная тема. Гардеробная, приходи, я покажу тебе. Давай, открывай. О, даже не пришлось открывать. Чё у нас тут? Я взял для себя смелость развесить твои одежды на этих манекенах, которые будут служить удобным местом хранения всех нарядов, которые ты добудешь в своих путешествиях. Итак, пример свой новый наряд вольного. Так, ну окей. О, какая отстойная башка и прическу скрывает. Ну ладно. Так уж и быть. Вот так, теперь ты выглядишь совсем как вольный. Надеюсь, эта одежда не менее удобна, чем королевский наряд, хотя шансы на это невелики. Зато пузяка забавная, какая-то блямба посередине. Это чтобы когда стрела, короче, летела в живот, она соскальзывала и прям в сердце попадала. Клёво. Ёпта, а как отсюда выбраться-то? Выйти из убежи. Так, теперь когда у тебя есть всё, что нужно, возвращаясь к сэру Уолтеру, пора встретиться с этим Сабином, которого мы только... о котором мы столько слышали. На самом деле я собираюсь мага делать. Да. Вот мне не нравится, насколько огромный здесь интерфейс, в плане вот этого, новый герой, поговорить с Уолтером. Нахрена вы, я не знаю, одну десятую экрана, даже больше, наверное, чем одну десятую, одну восьмую экрана, закрываете мне вот этой вот серой хреновиной. Напишите, как во всех играх, справа где-нибудь под миникартой, которой здесь нет, там, чёрточка там, новый герой, название квеста, и внизу там описание, поговорить с Уолтером, или чё-нибудь типа такого. Так, тебе идёт такой потрёпанный вид. Это ты чё намекаешь, что я потрёпанный постоянно? Я говорил с Сабином, всё объяснил, а он... Ну, я же говорил, что увидеть его будет не очень просто. Так, чё, мне теперь надо? А чё, какой от тебя толк, если всё равно я всё делаю? Какой-то юзлис, чувак. Кремень. Постронись, кремень. Ничего не вижу. О, особо королевской крови в моём доме, принцесса, не меньше. Далеко ушла ты от замка, принцесса. А у тебя дурацкие башмаки. И что же ты думаешь о нашем доме? Тебе по нраву то, что сделал с нами твой брат? Эти горы всегда принадлежат нам, а теперь Логан захватил их и истребляет нам всё живое. В смысле, вам медведей не хватает на пропитание или чё? Мы готовы воевать, но почему вы должны доверять его сестре? Мы тут не слишком многословны, мой народ простой. Бордер. Кремень. Бордер. Кремень это, не знаю, силициум. Докажи, что Уолтер прав, и ты вправду герой. Это несложно. В башне Яснодола есть тайная комната, которую сородил твой собственный отец. Лишь герой сможет пройти испытания и заполучить реликвии. Принеси мне один из этих древних предметов, и я поверю тебе. Второе. Докажи, что ты воин, достойный вести нас в битву. Это можно сделать, истребив наёмников, заполнивших морскую долину и отправившихся, отравляющих нам существование. Третье. Докажи, что ты настоящий лидер, убеди наших соседей из Яснодола, поделиться с нами едой. Безъеби мы погибнем, а из покойников союзники течься. Это всё? Да, всё и делится. Что-то мне не очень на самом деле нравится качество текстурок. Может, у меня графон что-то стоит не очень клёво. Сейчас проверим. Эй, графон. Сейчас. Настройки, настройки, настройки. Детализация. Нет, всё, оно очень высоко. И приятно видеть, что Сабин годами не терял хватки. Но важно, я знаю место, о котором он упомянул. Эти залы обустроили предвоём от Сепа Дейснадольской академии. Величь, чем учебное заведение на Альбионе. По крайней мере, так было, пока Логан его не закрыл. Покажи старую библиотеку. Печатать гильдию, и он поймёт, что это значит. Я постараюсь больше узнать этих наименников. Потом мы с тобой встретимся в Сепинодоле. Я хотел вот что сказать. Вот это вот во время диалога постоянно морда такая на весь экран выходила. И мне прям показалось то, что это, я не знаю, какой-то Шьямалан, что ли, продюсировал эти сцены. А как в гильдию перенестись? Раньше было написано, чтобы переместиться, ну не в гильдию, а в этот, в убежище. Нажимайте Escape. Жму Escape. Не работает. Другая кнопка нужна. Я хочу просто снять шапку. Она отвратительная. Я не люблю шапки в играх вообще. Волосы, типа, если бы она не убирала, было бы клёво. Сейчас я как-нибудь что-нибудь... И хочу посмотреть, что за подарочки. Лол, работает как-то через раз вообще. То есть я сейчас перешёл на Escape. А до этого я нажимал Escape. Интересно, что стоит в Сепинодоле в Подземелье. До меня, конечно, доходили слухи, но другие герои смогли выйти оттуда, чтобы рассказать... Так, а что это такое? Так, оп. В этой комнате книга героев здесь явно преувеличивает, по-моему. Там утверждается, что существуют другие параллельные миры. Миры и даже другие герои. Ты сможешь общаться с ними и путешествовать в этих мирах. Ну да. Коп. Конечно, у меня лицензионная версия игры через Windows. Собственно, Live игра. А вот они подарки, я так понимаю. Открой меня. Эликсир, призывающийся существ. Когда кто-то делает этот подарок, я буду хранить его, пока ты не захочешь взглянуть, что там. Обещаю даже не заглядывать внутрь. Так, это юзлис, список щит. Так, открыть подарок. Наилучший собачий эликсир. Lionhead Studios Даритель. Не знаю, зачем он. Хотя, если изменить внешний вид собаки, то я не против, она уродская. Эликсир овчарки. А, вот оно что. Ну, похоже, да. Похоже, это оно и есть. Замедление времени. Не, это щиты какие-то пошли. Розового пуделя. Пса-робота. Ну и бред. Хотя, пес-робот это круто. Я буду звать его К-9. Белый пудель. Сетера. Что бы это ни значило. Добермана. О, Доберман тоже круто. Буду глюкозой. Костюм собаки. Что, для меня? Бирюзовая краска. Другие косички. О, прически пошли. Прически это клево. Кремовая краска. Может, это для кожи краска? Я не знаю. Ярко-розовая краска. Тут можно шмотки раскрашивать или чё? Господи, как много всего. Вы могли бы это, как все, как-нибудь сделать? Я не знаю. Женский костюм горца. Мужской костюм горца. Комплект татуировок горца. Я прям горец. Горцем могу быть. Наряд для зимних праздников. Чё, снегуркой буду? Форма нью-глушевильского солдата. Да, клёво. Как мне одеть их теперь? Как пользоваться красками? Где тут вообще инвентарь? Так, ну смотрим. Это ночнушка. Меня не... Нифига, смотрите, я могу... Это рыцарь такой в этой игре? Я могу прям как это, я не знаю, уравнитель выглядеть или типа того. Из The Legend of Korps. Ну, не похоже на самом деле. Ну, на самом деле клёвый костюм. Мне нравится. Несмотря на то, что я стимпанк не очень люблю. Но вот этот костюм, он такой довольно стильненький. Зачем только тут какие-то индикаторы на груди? Которые со стрелками и там датчики давления или чего-нибудь. Типа того, если я сам не смогу смотреть на них. Это же моя грудь! Как я посмотрю себе на грудь? Нелогично их куда-нибудь на руку вывести или типа того. На самом деле там костюмов-то больше было. Вот как их типа... Как их? Вот может быть тебя? А, вот. Ещё это. Это фингал мне кто-то поставил, что ли? Чё? Это я в другую часть. Я понял. Костюм собаки. Дерьмо какое. Костюм горца. А, этого горца. Который в Шотландии живут. С юбками. А это женский костюм. А это костюм стражника. А это... Это я должен быть голым, да? Чтобы носить это дерьмо. Я так понимаю. Ладно. Я понял. Раздеться. Я бы хотел удалить голову. Вот. Всё. Надеюсь, меня не заставят, собственно. Ну, я понимаю, что... Костюм рыцаря, наверное, крутой. Хотя, на самом деле, опять-таки, неизвестно. А... О, комплекты татуировок. Как бы тебя рассмотреть? Ну, вид от первого лица не работает. Как раз-таки в том... В одном, наверное, в единственном месте в игре, где должен... Где помог бы вид от первого лица, он не работает. Комплект татуировок. Ну, какой-то он стрёмный. Дальше. Это костюмы. Прически. Один комплект причесок. Розовая. Блин. М-ка. Дреды. Тугие косички. Так бы и сказали, дреды. Короткие волосы придями. Пластиковые волосы, они имели в виду. Макияж. Нулевой. Разокраска для собаки есть. Волосы на лице. Ну, в принципе, мне не сильно нужны. И татуировки. Хм. Вот, значит, как это работает, да? Я бы одел вот этот. Ну, ладно, не будем. Тут у нас чё? Чё это? А, это можно разокрасить сам этот, что ли? Прокручивая список, чтобы выбрать краску. Затем щелкните краской. Перетаскивая ползунок вправо. Можно менять насыщенность цвета. А, цвет волос. Ну, давайте. Покрасить волосы. А чё изменилось-то? Волосы, оттенок. Нет моли. Клёво, чувак. Я не понимаю, чё меняется, если честно. То есть, где... Я не выбираю цвет почему-то. Волосы, оттенок. Она крутится, но я при этом не выбираю изначальный цвет. Понятия не имею, как это работает, короче. Типа, если я вот сюда вот делаю, то он должен быть мега-чёрным. Это похоже, что ли, на мега-чёрный цвет, ребят? Может, я дали тоник, конечно. Как выбирать цвет, я не понимаю. Честное слово. Ну, и разницы-то я, в общем-то, тоже вообще не вижу. Чё меняется вообще? А, я не выбрал цвет, типа, да? Ну, окей, я, допустим, хочу выбрать чёрный. И покрасить волосы в чёрный. Но кто мне скажет, что это чёрный, тому я первый могу в лицо камень кинуть. Или типа того, как там Иисус говорил. Отстой. Намного лучше, он сказал. Но ничего не изменилось, ты какой-то не клёвый. Так, ты можешь надеть свой нынешний костюм на манекены, чтобы позже можно было легко выбрать его. Да, я думаю, справлюсь, как-нибудь шапку снять. Так, вон пёс. Пёс, я тебя перекрасить хочу. А других дел у тебя нет? Эликсир, колли, сеттер, овчарки, добермана, белого пугеля. А, это всё можно... Это не одноразовое, окей. Агрессия, исследование, обаяние. Доберман, давайте всё посмотрим. Колли. Что такое колли? А, это стандартное. Окей, сеттер. Это... Блин, не знаю, что это, дерьмо какое-то. Эликсир, овчарки. Не. Мне совершенно не нравится, как здесь сделана длинная шерсть, поэтому, наверное, какого-нибудь добермана можно сделать. Отвратительное дерьмо. Робота. Пёс-робот. Сменить кличку. Игра зависла. Нет, не зависла. Я нажимаю сменить кличку. Блин, капец. Когда меняешь кличку, игра сворачивается и открывается новое окошко. Ну, я назвал его K9. Ну, на самом деле... Ладно. Я сделаю его доберманом, потому что я люблю, конечно, этих... Псов-роботов я люблю, но он здесь какой-то вообще не стильный и отстойный вообще. Так. Давайте, ещё я не зашёл. Это ачивки. Печать гильдии. Твой отец очень дорожал, да и ещё больше всего на свете, кроме... Ценил, кроме своей семьи. Это чё, типа, наш капитал? 200 голды? Ни хрена себе. Они 200 голды какими-то очень мелкими, там, 10-копеечными, судя по всему, потому что... Ну, здесь, наверное, намного больше, чем 200 монеток. Так, а чё у нас тут? Табличка, на самом деле, поднимись на гору золота, а потом потеряй её и узнаешь. Знаешь меня, конечно, расстану себя с золотом. Естественно, именно так и будет. Так, покупка предметов. Задание, что это? Отличный баланс, последние операции. Охренеть! Это чё, это типа, чтобы я вот такой пришёл, посмотрел... Хм, да, покупка предметов. Ну, теперь всё ясно, ведь в этой игре наверняка предметов больше не будет. Я сразу пойму, что покупка предметов — это именно то, что надо. Вообще, идея с убежищем вот таким вот мне нравится. Это такая замена, собственно, стандартному меню. А, вон, ключ какой-то. Как мне тебя? Это я, типа, такую гору золота должен соорудить? И тот ключ достать? И этим ключом этот сундук отпереть? Ха. Комната довольно вместительная. Интересно, сколько сокровищ надо, чтобы её заполнить? Не бойся, я позабочусь о том, чтобы она заполнилась сокровищами. О, это чё такое? Ох ты, блин. Мне нравится, на самом деле, вот эта вот тема. Вес. Что это значит? Типа, я жирный? Сила 0, ловкость 0, магическая аура, нравственность, привлекательность. Рукавицы огненного шара. Как-то не очень. Так, ага, стандартные настройки. Здесь можно настроить самые тонкие экзотические аспекты твоего опыта. Я очень уверен, что правильно использую слово «экзотический», но да ладно. В смысле настроить? Я могу как-то влиять на эти штуки? Судя по всему, нет. Так, подарки. Ну, вроде бы всё осмотрел. Ну, идея вот с этой комнатой клёво. Не знаю, перешла она из предыдущей части сюда, или это какая-то их новая задумка, но в целом мне нравится. Так, пошли отсюда. Так, о, доберманщик. Куда мне? А карта есть? Карта есть. Только открывается долго, блин. Ёпты. Чё это? Лупа, и при этом самая бесполезная лупа в мире. Вы посмотрите, она только искажает по краям изображение, при этом не увеличивает его. Но если увеличивает, то совсем чуть-чуть. Нет, вообще не увеличивает. Что это? И я как-то даже... Найти библиотекаря в Яснодоле. А, то есть я... Что? А я где нахожусь? Я даже не понимаю, где я нахожусь сейчас, если честно. Ну, пошли по этому, попробуем пройти. Просто вперёд. Хмарская долина. Ну, ладно. Указатель показывал туда. По крайней мере, здесь есть он. Хмарская долина. Я понял, что хмарская долина. Не обязательно мне показывать 200 раз. А, надо было перчатки ещё снять. Ибо мне нравится, собственно, вот эта штуковина. Так, чтобы двигаться быстрее, нажми Shift. Окей. Нифигово, кстати, игра лагает. 30 фпс. Ровно 30, когда я смотрю вон туда. При этом поворачиваюсь, оп. 60, стабильный. И сейчас 60. Может, там особое место сосредоточения силы, или типа того. Место сосредоточения низкого фпс. Чё ты лаешь? Подземный тайник. Охренеть. А копать ты будешь? Копай, собачка. А, фу. Здесь лопату не надо покупать, как первая часть. Охренеть. Собака умерла. Блин, бывает. Ну, ладно. По крайней мере, 20 монеток. Ладно. Пошли за... Блин, я не знаю. Этой штуковиной, которая блестит. О, первые враги в игре. Ну, не считая летучих мышей. Волчары позорные. А ну и по одному давай. Не, серьезно, можно по одному? Если честно, тут все такое яркое. Я вообще нихрена не вижу. То есть, есть ли здесь какое-то выделение хотя бы у врагов? Потому что... Твой пес будет атаковать тех врагов, которых ты собьешь с ног. Ну, это улучшение относительно первой части, потому что в первой части меня бесило. Ну, не бесило, но не очень нравилось, когда я сбивал с ног. И не мог атаковать после этого врагов. С другой стороны, все, что мне понадобилось, это потом я просто перестал сбивать людей с ног. А что? Вот я иду сюда, здесь будет что-то путнее. Я, по-моему, просто сейчас приду не туда, куда мне надо. Поэтому пошли по сюжетику. Сказать по правде, это так глупо выглядит, просто пять собак стоят посреди дороги. С каких пор собаки стоят просто посреди дороги? Это же, блин, не сторожевые псы, а какие-то бродячие, полу... полу... дикие, я не знаю, или вообще просто дикие. Какого хрена мне постоянно эта фигня вылазит? Ну, идите в библиотекаря, типа. Подрался с врагами? Получи инфу о квесте. О, значит, что-то нашел, иди за ним и выясни, что именно. Да, да ты прям клевый пес. Сокровища нашел. Я раньше тебя... И там значок гильдии на сундуке, это, значит, что батя здесь его оставил? Ты нашла золото, узнать, сколько всего удалось скопить, можно сокровищницы убежища. Ну, блин, по 20 монеток, если честно, такие сокровища копать, находить. Блин, выкапывать надо что-то серьезное, действительно. Типа, я не знаю, ну, хотя бы там... Сто... Тысяча. Ну, вот, ну, ну, вы посмотрите. Ну, и еще и ждать собаку, пока она, блин, присядет, чтобы я мог копать. Сейчас и все это ради 20 монеток. А, обручальное кольцо. Любимый человек, с которым вы захотите обручиться, может попросить у тебя кольцо, например, вот это. Окей. У меня есть теперь обручальное кольцо. Значит, надо найти любимого человека. О, есть надолы. Мне надо библиотекаря найти. Окей. Я постараюсь оправдать их ожидания и найду, действительно. Любящих тебя мирных жителей ноль. Кстати, у меня профиль называется Player1, что странно, потому что он не первый по счету. Так, по идее. Ну, вот хочется же свернуть. Че, песик, нам тут копать, наверное, надо? Нет, ты так не считаешь? Нет, песик, почему-то так не считает. Ну, ладно. Пошли. Я не знаю, графон, что ли, поменьше сделать, типа. Вижу, ты уже недалеко от яснодолова. Славная деревушка. И прекрасная возможность для тебя познакомиться с добрым, честным народом королевства вдали от дыма и копоти больших городов. Разумеется, человек менее воспитанный назвал бы их черниной, но я рекомендую пройтись по магазинам, выпить в трактире и отдохнуть так, как принято в таких селениях. Да. Клево. Короче, не знаю, вроде поставил поменьше графон, но все равно вот в этом моменте 30 фпс вообще не радует. Че, значит, ты у нас продавец потов. Выпей этот эликсир, чтобы восполнить здоровье, когда в бою потребуется поправить здоровье. Это отобразится на экране слева внизу, чтобы выпить, нажми F1. Не хочу. 180 голды, ты издеваешься, что ли? И у тебя, типа, все эликсиры на этом лежат. Прямо на этом, я не знаю, прилавке. Купи этот магазин, начни собственный бизнес, разблокировав пакет предпринимателя на пути к власти. А есть у тебя хоть шмотки-то, торговли, все такое. Один способ найти последователь в общении с людьми, попробуй. Уверен, ты произведешь впечатление. Отрыжка и рукопожатие. Это выглядит... Поздравляю, работ на публику и себя оправдала. Помни, что общение с жителями Альбиона верный способ завести новых последователей. Пошел он. Короче. Да. Че тут у нас? О, в чужой дом зашел. Ну, тут сундук гильдии, значит, сундук мой. Значит, этот дом теперь не чужой, а мой. Все. Такие правила меня устраивают. Аметист, обычный драгоценный камень, можешь продать его скупщику или подарить кому-нибудь. Аметист это тот, кто в бога не верит. Или типа того. Какая-то глупая штука. Баранина. Для чего мне это покупать? Вино. Спиртное. А ты прикольный, только волосы у тебя дерьмовые. Так, че, че, куда идти-то? Мне же алхимик нужен или кто там? Я забыл уже. Библиотекарь, во. Библиотекарь. Да, города, конечно, побольше стали относительно первой части. Не знаю, как там относительно второй. Но относительно первой, да. Ну и субтитров здесь тоже нету, как в этом. Но основные персонажи, по крайней мере, здесь с субтитрами разговаривают. Чего? Он сказал, дай мне знать, когда найдешь проблемы или типа того. Я сундук вижу просто? А, это не сундук, это... А, 10 серебряных ключей. Ладно, можно к нему и не идти. Пошли сразу. Это что, у вас библиотека, что ли? Я ищу библиотекаря. А, это академия. Тогда ладно, в академии может быть библиотека. Я думаю. Блин, вот этот вот свет, он такой тусклый, яркий. Библиотека закрыта по приказу Короля Лоня. Напиток не продаем, король для цеплята не продаем. Прошу идти, пока солдат не заподраздливает, что тебе здесь нужны знания. К сожалению, я сказал тебе и правду, король Логан закрыл академию, и теперь я не более чем смотритель. Так. Господи, зачем мне зажимать кнопку для чего-то? Просто нажать нельзя. Технологии Повелителя Времени, карманы внутри больше, чем снаружи. Я понял. Я не видел столько же, сколько и покойного Короля Героя. Значит, ты разграбила темницу. Нет. Да. Принцесса. О, прошу идти за мной. Песик, ты норм? Песик. Песик норм. Он прям в знания уткнулся. Твой отец говорил мне, что однажды тот, кто хранит печать, явится, чтобы войти в хранилище, но я представить не мог, что доживу до этого. Так, ну вот. Ни счастья, сколько профессоров и исследователи изучали эту дверь, надеялись когда-нибудь открыть ее. Я понял. Сейчас открою. Давай, печать вставь в центр. Вставь в центр печать. Но я знал, что открыть ее может только одна вещь. Печать в центр вставь. Я понял. Господи, удерживайте кнопочку. Пум. Пум-пум-пум. Пум-пум. Окей. Подземелье. О чем мне... Зачем он нужен, кстати? Я вот что-то не помню. Тут так сложно с менюшками, на самом деле. Меню инвентаря это вообще не нашел. Ну, он, допустим, инвентарь в этом, в убежище. А вот меню квестов. Я не знаю, на что его найти. Найди для Сабина сокровище своего отца. не знаю, может, на капсулу, как-нибудь на Ку-Е. А, я с песиком, собственно, начал взаимодействовать. Квесты на П часто. Здесь П, это пауза. Вот эти вот параметры меню вызывает. О, Дж, К, Л. Нет. Ну, окей. Бесполезная карта. И все. И на этом, собственно, наши квесты заканчиваются, судя по всему. Ну, что, пошли. Разгоняемся со всей дури и прыгаем в стену. Или вот с этого балкона. Юху! Интересно, можно? Не, нельзя. Невидимая стена. Собственно, хорошо. А то я же прыгнул бы от безысходности, с того, что здесь такое освещение в игре. Не знаю, может, можно понастраивать как-нибудь. Типа вот так. Во! Эффекты на минималке выкрутил. И свет уже не такой мерзотный стал. Фаерболы уродливые как были, так и остались, насколько я понимаю. Причем, вот реально, я на минимум вырубил эффекты. Выглядит же лучше, чем было. Разве нет? А так все какое-то замыленное. Типа вообще не... Вот в дальние свечки, если смотреть под словом свист, типа нельзя вообще разглядеть эти свечки, потому что все какое-то просто яркие пятна повсюду. А так, типа, да, ну... Ну и... почетче стала картинка вокруг, насколько я могу судить. Попробуем пока так, не знаю. Ну, реально не нравится мне. Приветствую, это снова Джаспер. Думаю, это великолепное устройство и есть небезызвестный выключатель. Выключатель. Кстати, в удивительном, ты не поверишь, что я нашел в убежище? А как взять-то эту штуку? Возвращайся, как только сможешь. Клево, клево, как взять? Ну, выключатель. Небезызвестный выключатель. Окей, вер... Вернуться в гильдию, окей. Здесь есть оружейная, где хранится разное необыкновенное оружие. Оружие героев его оставил тебе твой отец. Сюда, пожалуйста. Но это должно быть что-то мега-крутое, папка же дерьма не оставил бы. Естественно. Я понимаю, это оружие не выглядит убедительно пока, но если верить книге, по мере использования оно будет меняться, становиться все опаснее, приобретать фантастические свойства. Это живое оружие. То, как это им пользуется, определяет путь его развития. Так вот, почему инвентарь в этой игре не нужен. Я понял. А где? Я ничего не вижу. О чем вообще речь? Ты что ли, меч? По мере использования, лезвие становится длиннее и острее. Потрясающе. Так. Окей. Информация. Мечи оставлены тебе последним героем Альбиона, это часть твоего наследия, его нельзя продать. А зачем цена тогда? Глупость какая. Урон 10, блин. Так, этим мечом можно без труда врубить врагов к спусту, в зависимости от того, кого убиваешь, и как он становится еще более мощным и опасным. Теперь, когда у тебя есть необходимое оружие, надо возвращаться в подвалы в Яснатольской Академии. Я вообще мага хотел делать. Не знаю, можно ли здесь вообще такое понятие, как маг в этой игре, оно присутствует? Или тут все гибридное? А, да, выключайте, чтобы содействовать ударь по нему, новое оружие будет идеально для этой цели. Клево. А че, фаерболл бы был не идеальный для этой цели? Надо еще... Так. Че, враги? Ф3. Зелье душ. Ф4. Зелье замедления времени, насколько я могу судить. Это че, души, они вселяются в этот. Враги, которые умирают с двух кликов. Так. В принципе, почему бы и нет? Кликать. Одной кнопкой, типа, я могу. Еще раз... Чуть-чуть. Не такая уж это дерьмо и мощная, собственно. Да, ОЕ намного слабее, даже фаербола бьет. Типа, фаербол их с двух выносит выстрелов. Я не знаю, может это обучение и мне обязательно надо именно с этого бить мечом, но я не хочу, я хочу магом, я же сказал, игра, я хочу магом играть. Нет, судя по всему, не обязательно ничего было делать. А че, эта штука, мне надо ее как-то сюда опустить, че-то надо? Как отверстие выглядит для чего-то. Нет? Ладно, пошли. Че ты лаешь? Подземный тайник? Ни хрена себе у тебя чуйка. И че, и где? Ну, где твоя чуйка, песик? Я так полагаю, здесь. Это единственная земля, где можно покопать. Давай копать. Собаку зарубить лопатой в очередной раз. Почему бы и нет? И полтинничек, ну все, ставки растут. Теперь полтинничек, это уже типа круто, да? О, блин, ну вот, так не хочется сворачивать и идти вне квеста. С другой стороны, так хочется поисследовать, все. А с третьей стороны, да кому оно нужно? Так, тут у нас че? С ренжи надо стрелять? А, не, это магия. Найди, так, найди для Саби на сокровище своего отца. Каждая вот эта душа, это, я так полагаю, один из врагов, или че? А почему я должен свое сокровище кому-то давать? Напомните, плиз. Так, я понял, я наступаю на эти штуки, они открывают мне другие штуки. Ну, давайте. А песик просто так не атакует, я так полагаю. Только, когда враг уже на земле, почему-то стали с одного этого удара погибать. Чертовски странные штуки творятся. Это такая головоломка, типа, то, что я не знаю, мог бы не попасть каким-то образом к этому сунтуку, я не знаю, смекалки бы мне не хватило или че. Так, эликсир призвания существ. Ну, теперь он мне официально достался, по крайней мере, а то в тот-то раз был через этот. А, я понял, с одной плиты можно максимум одну эту вызвать. Дополнительную плиту. Что довольно странно, как по мне. Да. Окей. Тогда, возможно, это действительно сложнее, чем кажется. Но, на самом деле, сомневаюсь, скорее всего, нет. Скорее всего, это так же легко. О, военные перчатки. Этот предмет одежды в гардеробной в убежище можно осмотреть и применить имеющуюся одежду. Спасибо за инфу. Я тут еще сундук вижу, типа не вижу смысла не идти к нему. Давай, поднимай. Что ты? Сокровище нашел? Вау. Ты прям собака в поиске сокровищ. Мастер, я смотрю. Эликсир замедления времени тоже легальным способом получен. Так что, теперь я могу быть спокоен за то, что... Что дальше-то? Туда мне надо? Вон, слева вроде есть этот. Да, надо как-то улучшать эту штуку, чтобы быстрее вся эта зарядка проходила. Что, только направо? Если я налево хочу. А я налево хочу. Как будто бы можно, но я в принципе не вижу причины какой-то идти именно туда. Окей, тут лестница. Не знаю, может, что и упустил, но в принципе пофигу. Сомневаюсь, что в начале игры что-то супер важное будет. прыжок? Ни хрена себе! Ни хрена себе! Не, ну в принципе может быть это физика игры, я никогда раньше не видел, чтобы кто-то прыгал в игре высоко, далеко. Нырнуть? Не хочу нырнуть, хочу туда. Возможно туда и можно было как-то попасть. Но зато можно плавать. О, причем с хорошей скоростью плавать. Это что такое? Нырнуть и выловить аметист. Очередной безбожник, окей. Ладно, система плавания здесь по крайней мере не уродская, как в Ведьмаке каком-нибудь. Вроде довольно легко. Чтобы направить заклинание на дверь, нажмите и удерживайте для подготовки заклинания, затем отпустите, вставь лицом к двери, находясь в режиме ближнего или дальнего боя, нажми 2 или используй колесо-мыши для выбора режима магической атаки. Ну окей, сейчас я как-то заряжу по ней. Это максимум уже? Я просто не в курсе. Будем считать, что максимум. О, и как дверь в убежище открылась в Палауте в первом. Потому что все остальное это плагиат. Эти тоже с двух умирают. Или может с одного двуручного. Кто знает, кто знает. Почему пес не сражается за меня? Вот в чем вопрос. Он может только лежачих бить? Ты не мужик что ли? Не по-пацански поступаешь? Нет, судя по всему. Я вот не знаю, есть ли толк какой-то то, что я сейчас не мечом их убиваю. Потому что мне кажется, мечом легче было бы. Хотя, может быть и нет. Че, ты не будешь тут нюхать? Это я так и думал. Очевидное место для тайника. Давай, полтинничек. Надо хотя бы полтинничек, и тогда время не будет потрачено зря. Все, что меньше, то все, можно собаку зарывать, значит, она не нужна. 40, все, собака, ты не нужна. Зарой у тебя. Хоть бы индикатор показывались, ускорение мне сейчас бегу или нет, а тупо анимации хрен определишь. Че такое? Прочитать. Да, я хотел бы, но пропало слишком быстро. Слишком быстро пропадает. Так, вот чем все кончилось. Я украл чертежи подсемелья у зодчего, нашел потайной уход в другой стороне хмарьи, чуть не погиб в свадке с пустотелами, так, врезал ногой по камню, что палец болит до сих пор, а теперь еще и это. Я знаю, что где-то здесь спрятан огромный клад, и знаю, что он как-то связан с этими светильниками, но как именно, не представляю, скоро кончатся спички, но пока не разгадаю загадку, я отсюда не уйду. Клево. Походу, не разгадал. Я могу зажигать, зато вот эти штуки. открывать двери, окей, поджег все светильники, а, он как-то связан со светильниками, и до него не доперло то, что нужно просто, эти светильники нужно просто, собственно. А зачем мне прыжок делать? Ну, давайте, окей. я там вижу просто эту, сундук. Лол, надо посмотреть будет на анимацию, как собака спрыгнула. Я уверен, это было довольно убого. Итак, эликсир здоровья, F1, надо будет переназначить клавишу с F1 на просто F, как у меня в первом фейбле было, потому что в первом фейбле F2 пить во время боя было чертовски неудобно. Так, где я появился? Я тут был? Не знаю, судя по всему. Судя по всему, был, да. Только с другой стороны пришел. Теперь налево. Значит, это и была та загадка, которую он не смог разгадать. Типа, у меня кончились спички, да тут огонь повсюду, возьми там кусок тряпки какой-нибудь, вот эту вот штуку подожги там, все, все светильники, я знаю, что как-то он с ними связан, но я не додумался их зажечь. Забавный этот искатель сокровищ. пёсик. Давай. В принципе, такие кучи, я думаю, я мог бы и без пёсика, собственно, определять, они здесь постоянно одинаковые вообще. то есть, если в первом фейбле ты видел могилу и подходил к ней, чтобы, потому что там была вероятность того, что... Ух, ты прям подо мной появился, мерзкий ублюдок. А где мои хп, кстати? Э, серьёзно, а где мои хп игра? Это норма, что я их не вижу? Ещё камера крутится сама по себе. Я так понимаю, подбирать никакие сферы не надо, они сами. А ещё колдовство для правшей, судя по всему. Потому что левой рукой она вообще не в состоянии, видать, колдовать. Ну или... Или, может, левша колдует левшой, в зависимости от того, какая перчатка. Что, куда собака делась? Сокровище? Серьёзно? Веди. Я думаю, то, что если бы я не отвлёкся на тебя, я просто пошёл прямо, я бы их и так, и так нашёл, да? Хотя нет, смотрите-ка, вроде как идёт туда, куда я, возможно, и не пошёл. А, ну это тоже самое место, собственно. И там слева ещё один сундук, вроде нет? Наверное, нет. Ох, бать, это жлоб был. должен заметить. Что здесь за 50 голды в сундуках? Это несерьёзно. Это похоже на выход, на самом деле. Такой кривой выход с камнями, в которых легко застрять, но, тем не менее. да, я так это знал-то, что мы придём сюда. Ради чего мы сюда пришли? Ну, призвал ты пару демонов. ой, я думал, ты мёртв. Смотрите, с двух выстрелов не умирают теперь. Это какие-то крутые. С четырёх примерно умирают. С пяти. Но подойти противнику вот так вот соло практически нереально. А ради чего я это всё делаю? Позвольте узнать. У них ещё такие преждевременные атаки. Блин, даже шести выстрелов. Чё у нас там? Окей. Хех. А, можно, да? Прыжок? Хорошо. Пошли посмотрим, чё там. Ради чего это всё? Пёсик долго думает. А ведь именно ты мне пёсик и нужен. Мало ли, где здесь копать. Я же не определю без тебя, где можно копать. И ради чего я здесь? Ради этой гробницы? А, ключ. Ключ, нож, ключ, нож, серебряный ключ. И чё серьёзно? Гробницу нельзя потрогать? Я хочу расхитить гробницу. Дерьмо какое-то, ещё и собака потерялась. Ну, всё, никакого праздника. Меч теперь не убирает. хех. Окей. Так, ну, куда-то пришёл. Чё, мне лук нужен? Помнишь, я говорю про выключатель, нужно стукнуть оружием ближнего боя? Так вот, это не совсем верно. в книге говорится, что только синий выключатель нужно бить оружием ближнего боя, для красных необходима магия, а жёлтый нужно стрелять из огнестрельного оружия. К счастью, в книге также говорится, где можно добыть это огнестрельное оружие, и оно, ну, пока не увидишь, не поверишь. Окей, давай, показывай. Оно вооруженное. Так, меч или молот, эти виды оружия развиваются, если их применяешь, они становятся более мощными, наносят больше повреждения приобретают другие свойства. Окей, хочу не мушкет, мушкет-то не круто. Это мне нравится. Пистолет. Пистолет, отличный выбор, ты ведь сейчас в помещении, я прибыль и рыгу винтовку на случай, если ты передумаешь, а пока потренируйся, ты увидишь, какие удивительные возможности откроются перед тобой. какие удивительные правительства ждут, быть уничтожены. Окей. Собственно, чем отличается от магии? Магия выглядит здесь поэффектней. А, вот почему она только правой рукой стреляет. Нет, она и левой тоже стреляет. Окей, я думал, типа, в левой руке она держит пистолет, допустим, а в правой руке, а правой рукой стреляет из этого, из огнестрела, типа, как терминатор во втором терминаторе. у него в правой руке была штука, которая, ну, такой, гранатомет, или как это, не знаю, называется. Гранатомет, наверное. Он же гранатами стрелял. По машинкам и тому подобное. А в левой руке держал пистолет. И выглядело охренительно круто. вот здесь подобная ситуация. А, он какой-то крутой, я смотрю. Смотрите, он шустрее остальных. И, очевидно, более назойливый. И не так сильно обращает, собственно, внимание на выстрелы. Да, спасибо, собака, я заметил. Но, похоже, нам нельзя делать этого, пока есть враги. Как много эликсиров замедления времени. Три штуки выпало с одного сундука. Ну, окей, значит, пора испробовать, а не это хотят намекнуть. Хотя, на самом деле, я пока даже полоску ХП не вижу, не говоря уже об эликсирах замедления времени. Че, песик, хочешь что-нибудь рассказать? Да, тайник нашел. Дай угадаю, вот здесь. Но я не могу копать, пока ты не подтвердишь. Доберман, подтверждай. Подтвердил, молочинка. Слишком часто они это делают, слишком часто. Типа, фейблит копать надо было, но, блин, не каждый, я не знаю, не 10 раз за 10 минут, один раз за 10 минут. И этого было вполне достаточно. Ну и че, я нашел сокровище? Это джедайский меч больших размеров. Музыкальная шкатулка? Серьезно? Сокровище от музыкальной шкатулки, окей. Но зато я вижу, по крайней мере, что у меня волосы черные. Иди к свету, тебе еще многое нужно узнать. Пошли, раз уж, путь к власти. Как-то я быстро прошел на следующую ступень, пути к власти. Можно мне сундук открыть? Новый, какой-нибудь. Поздравляю, герой. Прикосновение к печати гильдии показало, кем ты можешь стать. Музыкальная шкатулка доказала, кто ты есть. Никто, кроме героя, не смог бы это сделать. Что именно? Пройти по этой... Ты начала чувствовать силу, которой обладаешь, потенциал, который в тебе заложен, но это еще только первый шаг над твоим путешествием, и он вопиет о революции, о том, кто ее возглавит. Найди людей, которые поддержат твое дело. Будет непросто. Повести их против Логана окажется еще сложнее, но я составлю заплатить за все. А это не просто личная месть, пока твой брат сидит на троне, альбиону грозит большая беда. Открой музыкальную шкатулку, и она покажет тебе правду. Окей. Господи. Удержание кнопок, это клево. Что, видеоролик? Или типа того? Точно, видеоролик. Это мой Альбион, Логан. Города этой земли склонятся передо мной или сгорят. Горы этой земли подчинятся моей воле или обрушатся. Его жители будут повиноваться мне или погибнут. Его будущее будет написано мною или никем. Я видел то, что должно сделать, и ничто не остановит меня. мы приумножим величие, мы приумножим силу, чего бы это не стоило. это мой альбион. И я увидел его уничтожен, bevor я уничтожен. Он по-моему сказал, если раньше ты хоть чуточку сомневалась в необходимости революции, то вот ответ под правлением твоего брата королевства обречено. Может, он всех захватит и альбион станет его весь. А теперь тебе надо обрести первого союзника, ведь без последователей не будет восстания. Сабин хороший человек, у него сильное племя. Ты мне дашь открыть, да, эту штуку? Я надеюсь. Это путь к власти, таинственная дорога, которая приведет тебя к трону и позволит стать легендарным героем. Вы это мне уже говорили. А, а чтобы получить их, тебе понадобится печать и гильдии, чтобы получить их, придется побеждать врагов, заключать сделки с людьми и выполнять задания. На каждый сундук потребуется определенное количество, так что расходу их мудро, заработать их очень непросто. Тут же два пьедестала было раньше. А, может это для кооперативной игры? Два пьедестала. Так, что у нас тут есть? Ближний бой уровень 1 наносит больше урона своим оружием ближнего боя. А, и меч типа из-за этого разокрасится. Окей. Магия уровень 1 наносит больше урона заклинанием. А, заклинание шок поражает врагов электричеством нанося урон и оглушая их. Потратить печати домовладелец. Стань крупнейшим домовладелецом недвижимости в Альбоне, научившись покупать, издавать в аренду дома и ремонтировать дома. У меня еще денег нет для этого. Я думаю, я в любой момент смогу эту штуку... Я смогу в любой момент сюда попасть, я надеюсь? А то это тупо будет. Дружеские выражения. Располагать к себе людей. Окей, вот это вот я сделаю типа. Ну, все-таки стоит копейки, думаю, так, принять. Комплект красок 1. Окрашать одежды, волосы красный, голубой, серый и зеленый цвет. Попробую сделать рыжуху. Тоже дешево, в принципе, пофигу. Хотя красивые рыжухи тут вряд ли получится. Ох, я и каждое ему сундучку вот это обязательно анимация, потому что ведь без анимации это никак. Так, усилим магию. И купим новую магию. О, перчаточка тоже будет изменяться? Клево, только перчатки надо снять. Заклинание шок. Ну и все, собственно, на этом мы закончили. Кончилось все. Как менять? У меня вот вопрос, менять заклинание. я надеюсь это не типа главы я могу только один раз попасть в эту главу типа чтобы проапгрейдить оружие. Как я уже и сказал. Убита в ближнем бою 0. Это правда, наверное. В ближнем бою я вроде никого не убивал. Итак. У тебя получилось. Это не повод для ликования. В Альбеоне снова есть герой. Окей. Хочу за честь служить тебе, если в том возникновение нет нужна. Я знал, что ты преуспеешь, госпожа. Тебе удалось подтвердить свое имя и звание героя? Полагаю, Уолтеру тоже есть что сказать по поводу проблемы с наемниками. Он ждет тебя около местной таверны. В пивной встретиться с Уолтером. Ну что ж, ладно, думаю, на этом мы собственно и закончим это видео. Оно довольно длинное получилось. В дальнейшем я буду видео вырезать наиболее неинтересные моменты, я думаю. Ну как вырезать паузу, просто ставить просто когда я бегу или типа того. Потому что так, это RPG все-таки, как показывает практика, RPG лучше не снимать без этого. Без пауз, а то слишком много частей будет. Так что, да, на этом мы заканчиваем. Да, с вами был Сет, продолжение где-то рядом. Ну и до свидания.